Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья, сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Интересный, хоть и короткий, но интересный содержательный фильм. За годы существования сферы связи прошла большой путь становления и развития, и безусловно по праву завоевал уважение и признание пензенцев. Широкое внедрение современных передовых технологий, умелое использование новейших телекоммуникационных систем открывает новые перспективы развития информатизации, повышает качество представляемых услуг населению. Многое сделано нашими ветеранами, те коллеги, сотрудники, которые работают сегодня в этой сфере. Я хотел бы отметить, так коллективом филиала РТРС пензенской областной радиотелевизационной передающей центре построено и запущено 23 ретранслятора. Из 24 запланированы. Благодаря этому 95% пензенцев имеют возможность принимать сигнал 10 федеральных телеканалов, в которые входит в цифровой пакет РТРС. Это очень здорово. Пакет цифровых телеканалов РТРС-2, второй мультиплекс, транслируется со станции в городах Пенсии, в Кузнецке. Ее сигнал охватывает почти 62% жителей. Планируется предоставить жителям 228 населенных пунктов региона качественный доступ к сети интернет. И в 2015-2016 годах уже появился доступ к интернету в 63 из них. До 13 ноября этого года, я думаю, вместе с вами мы сумеем предоставить такой доступ еще в 18 населенных пунктов. Основное внимание специалистов сотовых компаний уделяется модернизации существующей инфраструктуры. Так более половины базовых станций сотовых операторов сегодня обновлены. Но конкуренция очень серьезная. Несколько сотовых операторов работают сегодня на Пенсии, на Земле. Но конкуренция дает толчок развитию. Это очень хорошо. Благодаря проведенным работам удалось улучшить качество связи, увеличить емкость сетей. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 базовых станций. Местные радиопрограммы настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что даже садясь в машину, мы первым делом включаем радио. Послушаешь новости, хорошую музыку, настроение абсолютно другое. И хорошее настроение на весь рабочий день. Сегодня программы пензенских радиокомпаний не только ознакомят жителей области с событиями, явлениями в жизни, но и активно формируют общественную позицию, общественное мнение, что очень-очень важно. И, конечно, рассказывают о тех событиях, которые происходят не только в нашем регионе, но и в Российской Федерации, но и в других странах мира. Это вот такая вот работа, это накладывает на вас большую ответственность. Но я хочу с гордостью, с благодарностью сказать, что вы с этой задачей справляетесь успешно. Я всегда с огромным удовольствием, это правда, садясь в машину, включая его радио. У меня самое приятное воспоминание, многие, наверное, сидящие в этом зале, родились и выросли в деревне. У нас была радиоточка, если где-то что-то, контакта нет, то бабушка с утра, значит, очень волновалась, и я вместе с ней. Потому что были хорошие радиоспектакли, радиоконцерты, программы, передачи. У меня осталось на всю оставшуюся жизнь, и вот совсем недавно еще, будучи главой города, лет 5-7 там назад, проводя прямой эфир на радио, люди звонили и говорили, слушайте, установите проводную часть, значит, провода, вот радиоточка у нас не работает. Потому что люди более пожилого возраста привыкли к радиоточке. Но вот сейчас новые технологии, новые оборудования, новая техника. Я вижу, что сегодня программы пенсий радиокомпаний своими программами консолидируют жителей нашего региона. Это очень важно. Я вижу, что именно вас в этой связи отличает, выгодно отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, своевременность, оперативность и часто оригинальная манера подачи материала, что безусловно привлекает радиослушателей. Главное, что я вижу сегодня, в отличие от интернета, от обсуждений, они разные, вы сами это прекрасно знаете, объективные, необъективные. Главное, что вы ставите во голову своей деятельностью, это заботу о людях, это очень-очень важно. И людям нуждаются в позитиве, интересных событиях, явлениях, фактах, которые происходят в нашем регионе. Я вам благодарен, что вы умеете это прекрасно делать. Я хочу сказать, что у нас много задач, много нерешенных вопросов, хотя и немало сделано. Я уже сегодня коллегам, руководителям сотовых операторов, которые работают сегодня в нашем регионе, говорил о том, что это нехорошо, это плохо. Что даже по городу Пензи, когда мы едем, например, по улице Захарова или, например, по улице Карла Маркса, в течение двухсот метров пропадает сотовая связь. Или в других районах Пензианской области. И люди от этого испытывают чувство большого дискомфорта. Поэтому техническую часть нам надо с вами развивать. Это очень-очень важно. Сейчас на Пензианском регионе реализуется программа ликвидации, то есть проводится оптоволокно, интернет, населенные пункты, больницы, поликлиники, школы, другие объекты, соцкульпыта. Это очень важно. Я вот сегодня пошутил, я раньше помню, наши мамы, бабушки, особенно в возрасте 75-70 лет, вязали нам свитера, варежки, носки. А сейчас в интернете, все в интернете погружены. Вот, и в этом нуждаются. Но раз сегодня спрос гражданского общества на эту услугу, нам нужно с вами эту услугу представлять достойной. Я надеюсь, что вместе с вами мы эти задачи в 2017 и 2018 годах решим. С праздником вас! Здоровья, счастья, благополучия, успехов! Будьте счастливы!